Приветствую вас. Я думаю, что лень, то есть вам лень свидетельствует о том, что те обязательства, которые вы на себя взяли, или вам их верили, для вас слишком тяжелый раз, и два, вам не очень хочется их выполнять, то есть вам не очень хочется их реализовывать. Лень говорит о том, что вы не свободны, и что вы вынуждены себя преодолевать для того, чтобы делать то, что от вас требуется. По сути, вот именно лень говорит о том, что вы находитесь не на своем месте, что для вас это не важно, что для вас это не актуально, а то, что важно для вас, вы, ну, возможно, себе подавляете, или обесцениваете, или что-то еще. И пока ситуация вот выглядит так, пока ситуация выглядит так, что, на мой взгляд, вам и будет лень. То есть вы хотите бороться лень, но действительно, что вы просто еще дальше уходите от самой себя, уходите еще дальше от своих чувств, которые сигнализируют о том, что вам действительно нужно. И, вероятно, стоит вам помочь преодолеть страх, прислушиваться к себе, помочь страх перед возможными последствиями того, что вы прислушаетесь к своим чувствам, и поступите так, как вам хотелось бы. Понимаете, я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я думаю, примерно такой ответ можно вам дать. То есть вы сейчас лень воспринимаете как что-то негативное, вы сейчас воспринимаете лень как что-то такое вот неприятное, как что-то такое вот досадное. На самом деле лень судить вот о том, что есть то, что вам не нравится, есть что-то, что вы игнорируете в себе, есть что-то, что вам не интересно, что вы всегда заставляете. Понятно, что некоторые вещи заставлять себя приходится, это понятно, но такие вещи, как правило, имеют определенный результат, дают определенный эффект выполнения этих действий, дают определенный эффект, который, в общем-то, окупает те усилия, которые вы затрашиваете. И даже несмотря на то, что вы не хотите, даже несмотря на это, вы все равно это делаете. А здесь ситуация складывается таким образом, что вам не окупается эмоционально, да, вот по ощущениям не окупается то, что вы делаете себя преодолевая. И, соответственно, соответственно, это является проблемой для вас. Проблемой, которую желательно решить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует...